Здравствуйте! В студии Влад Маркоч. В эфире новости Журнал ТВ. Вы можете смотреть наши выпуски и на сайтах Журнал МД и Журнал ТВ МД, а также на нашем канале в Ютьюбе. Вот главные события дня. Молдова в числе других стран мира поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую аннексию России украинских территорий. Против проголосовали только пять стран. В их числе сама Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуя. Ион Стратулат, главный подозреваемый по делу об убийстве в Страшенах, сегодня был экстрадирован в Молдову из Румынии. Он был объявлен в международный розыск и задержан в Румынии 24 августа. 900 тысяч яиц, сальмонеллы и 165 тонн рыбы с паразитами выявили инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов в ходе проверок нескольких складов с продукцией. Подробности расскажем в выпуске. Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила аннексию России территорию Украины. В конце сентября Москва использовала свое право вето, чтобы заблокировать принятие такой резолюции, осуждающей ее действия в Совете безопасности. В числе 143 стран, проголосовавших за осуждение Москвы и Республика Молдова, против принятия резолюции высказались только Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа. Генеральная Ассамблея ООН на заседании в среду приняла резолюцию с осуждением незаконных референдумов, которые Россия провела на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. В документе, кроме осуждения, содержится призыв к государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать любые изменения статуса областей Украины, а также требование к России отменить аннексию и вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Вторгаясь в страну-соседа, Россия решила открыть путь другим воинам и аннексиям. То, что сейчас происходит в Европе, может произойти завтра где угодно. В Азии, Африке, Латинской Америке. В свою очередь, постоянный представитель России в ООН Василий Небензе заявил, что так называемые референдумы о присоединении четырех украинских областей к России были проведены путем демократического голосования, хотя и были организованы под российской военной оккупацией. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью и вызовы со стороны киевского режима, подавляющее большинство избирателей от 76% в Херсонской области до 97% в Донецкой области показали, что жители этих регионов не хотят возвращаться в состав Украины и сделали свой свободный выбор в пользу нашей страны. За резолюцию проголосовали 143 страны, против 5, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Среди стран, осудивших Россию, была и Республика Молдова. Молдова поддержала меры ЕС, который настаивает на немедленном, полном и безоговорочном выводе российских войск с территории Украины, написал министр иностранных дел Нику Папеску на своей странице в Твиттере. Глава американской дипломатии Энтони Блинкин заявил, что подавляющее большинство стран стоят на стороне Украины, защищая устав ООН и решительно противостоят войне России против Украины и ее народа. Любая ядерная атака против Украины вызовет настолько мощный военный ответ, что российские вооруженные силы будут уничтожены. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском городе Брюгге. И Путину не стоит блефовать. По словам главы европейской дипломатии, мир переживает серьезный момент в истории, и Европейский Союз должен продемонстрировать свою силу и решимость. Совершенно очевидно, что мы должны продолжать поддерживать Украину и продолжать искать дипломатические решения, когда это возможно. Пока их нет, но однажды это произойдет, и мы должны быть готовы действовать в отношении мирных переговоров, поскольку мы делаем все возможное для поддержки Украины. Мир нуждается в прекращении этой войны. Жозеп Боррель продолжил свою мысль, подчеркнув, что миллионы людей по всему миру ощущают последствия войны, развязанной Путиным 24 февраля. Вы можете представить, что в настоящее время в Черном море находится более 100 судов, груженных двумя миллионами тонн зерна? Можете ли вы представить себе 100 кораблей? 100, а не 10. Суда ждут проверки в проливе Босфор перед тем, как зерно поступит на мировой рынок. В то же время люди ждут их, и некоторые могут не дождаться, поскольку зерно слишком долго проверяется. Люди умрут от голода, потому что зерно задерживается в ожидании контроля. Здесь я должен обратиться с призывом ко всем, кто участвует в процессе контроля, ускорить эту процедуру. Поторопитесь, потому что на другой стороне Босфора люди ждут еды. 21 сентября, объявив о частичной военной мобилизации в России, Путин напомнил, что Москва располагает различными видами вооружений, и в случае угрозы ее территориальной целостности применит все имеющиеся в ее распоряжении средства. Это не блеф, отметил тогда Путин. В Брюге Жозеп Боррель торжественно открыл проект Европейской дипломатической академии, целью которого является подготовка будущих дипломатов ЕС в области внешней политики и безопасности. Сегодня утром российские войска атаковали Киев беспилотниками Камикадзе и нанесли ракетные удары по городу-порту Николаев. В то же время ВСУ объявили об освобождении пяти сел в Херсонской области. Продолжается контрнаступление на Восточном и Южном фронтах. «Российский террор против нашего народа не останется безнаказанным», заверил президент Украины Владимир Зеленский. В результате ракетного обстрела повреждено пятиэтажное здание в городе Николаев. Спасатели вытащили 11-летнего ребёнка, который находился под завалами в течение шести часов. Поиски ещё семи человек продолжаются. Украина привлечёт к ответственности каждого российского убийцу и палача. От командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы. Не забудем, кстати, и о пропагандистах террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает к агрессии, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства над нашими людьми, будут отвечать на уровни с убийцами и палачами. Вся российская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена. Город Николаев, расположенный на главной дороге, ведущий в Одессу, крупнейший порт Украины на Чёрном море, неоднократно подвергался обстрелам с самого начала войны, с 24 февраля. Блок коммунистов и социалистов потребовал сегодня заслушать в парламенте министра обороны Анатолия Насатова, секретаря Высшего совета безопасности Дарина Ричана и главу государства Майю Санду. Оппозиция просила, чтобы они высказались по поводу инцидента, произошедшего в понедельник, когда три российские ракеты пролетели через воздушное пространство Молдовы. Однако сначала депутаты отправящей партии попросили оппозицию четко сформулировать, что они думают о войне в Украине, агрессии России и новых рисках для Молдовы. Чем закончился обмен репликами, смотрите в нашем репортаже. Прямо хотелось услышать их мнение, как они смотрят на это серьезное нарушение нашего воздушного пространства воюющими силами агрессора, ведущего завоевательную войну в нескольких сотнях километров от нас. И как они смотрят на их ситуацию и на все то, что они говорили гражданам все эти месяцы. Мы приглашаем официально от фракции сюда министра обороны господина Носатова, главу Высшего совета безопасности, кто у нас там, Ричан, Причина или госпожу Санду. Пускай придут и расскажут нам об этом инциденте со всеми техническими подробностями. И тогда мы с Вами вместе сможем выработать, возможно, единую позицию об этом прискорбном инциденте. До свидания. Вы покидаете нас, я так понимаю. Уходите за ракетами или куда? Республика Молдова видела беспрецедентное количество беженцев. Теперь мы видим ракеты, пролетающие через наше воздушное пространство. А Вы вместо того, чтобы называть вещи своими именами, если Вы хотите, чтобы мы здесь в парламенте обсудили эти вопросы, Вы должны начать с признания того, кто является сторонами конфликта и кто начал эту войну. И давайте хоть раз услышим, что Вы осуждаете эту войну и осуждаете сторону, которая начала эту войну, то есть Российскую Федерацию. Депутаты от оппозиции так и не выступили с заявлением, осуждающим войну. Лидер коммуниста Владимир Воронин назвал пролет в воздушном пространстве Молдовы трех российских ракет ничем иным, как ложью. На днях три ракеты пролетели в воздушном пространстве Республики Молдова. Как Вы это комментируете? А откуда Вы это знаете? Об этом было объявлено. Кем? Министерством обороны Республики Молдова. Я не читал такого объявления. Ты читала его? Да, они объявили. Кто они? Министерство обороны. Где это объявление? Проверьте официальные страницы. Вы не видели? Какие страницы? Господин Воронин, конечно же, Вы видели. Я не видел информации Министерства обороны. Я не читал информацию от Высшего совета безопасности. Только разговоры, которые распространяете Вы, это разговоры, которые распространяют журналисты? Да, как и всю ложь в стране. Три ракеты пролетели. У нас есть доказательства. Мы видели траекторию. Украинские коллеги проследили ее, так же, как и румынские. Это опасность и атака на безопасность Республики Молдова. Как может быть в безопасности Республики Молдова в такой ситуации? Здесь есть два ингредиента. Первое – иметь партнеров и соседей, которые тебе помогут. И второе – нам необходимо усилить наши средства противовоздушной обороны. Члены партии ШОР не присутствовали на сегодняшнем заседании парламента. Они продолжают бойкот, объявленный почти два месяца назад. Дарина Стратулата, которая является главным подозреваемым по делу об убийстве в Страшенах, сегодня экстрадировали в Молдову из Румынии для предъявления обвинения. Его поместят в изолятор Кишиневского управления полиции. Дарин Стратулат, сын экс-полицейского Иона Стратулата и внук генерала Николая Алексея, был объявлен в международный розыск и задержан в Румынии 24 августа. По данным прокуратуры, решение об экстрадиции Дарина Стратулата было принято в среду, 12 октября, властями Бухареста. Высокий суд Кассации и юстиции Румынии принял решение оставить в силе решение Бухарестского апелляционного суда от 20 сентября 2022 года, который постановил удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры Республики Молдова и экстрадировать Дарина Стратулата с целью привлечения его к уголовной ответственности за совершение умышленного убийства. Говорится в пресс-релизе генпрокуратуры. Напомним, убийство было совершено в августе нынешнего года. Тело 29-летнего мужчины было найдено в лесу, недалеко от населённого пункта Зубрежты Страшенского района, закопанном в землю по шею. Позже судмедэксперты установили, что мужчину застрелили. Вскоре после убийства Дарин Стратулат покинул территорию Республики Молдова. Перед убийством жертва и предполагаемые убийцы вместе были на вечеринке в доме, расположенном в лесу в Зубрежтах, который предположительно принадлежит семье Иона Стратулата. Вечеринка длилась несколько дней, в течение которых гости приходили и уходили. Среди них оказался и 29-летний сын агропромышленника из Резинского района, который остался сыном бывшего полицейского, а также двумя девушками. Он был застрелен из собственного оружия. Рядовые граждане стараются использовать электричество более разумно. Некоторые сидят в темноте, другие реже пользуются электроприборами. И хотя эксперты говорят, что экономия — единственный способ преодолеть кризис, многие граждане не могут отказаться от использования электричества. Когда выходим из комнаты, выключаем. Когда возвращаемся, снова включаем. Экономим. Как раньше делали, так и сейчас. Больше не использую свет. Тяжелее приходится семьям с детьми. Тремя детьми не знаю, есть ли возможность экономить свет. Как экономить? Тостер отключаю от розетки, потому что не очень им пользуюсь. Если выхожу из комнаты, выключаю свет. В гостиной у меня два регулятора с минимальным и максимальным уровнем. Ставлю на минимум. Как экономим? Не включаем бойлер, только когда купаться надо. Телевизор, холодильник работает постоянно. Люди должны адаптироваться к новым условиям, говорят чиновники Агентства по энергоэффективности. Отключайте зарядные устройства и приборы, когда не пользуетесь ими. Стирайте белье при минимально возможной температуре, используя эконом-программу. Сушите одежду естественным образом, а дневной свет используйте по максимуму для экономии электроэнергии. Нам необходимо рационализировать потребление электроэнергии, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса. Если мы будем экономить, мы легче переживем этот энергетический кризис. Мы адаптируемся к текущей ситуации и справимся с кризисом. Недавно центральные власти призвали население Республики Молдова экономить электроэнергию. Особенно в утренние часы с 7 до 10 и в вечерние с 18 до 23 часов. Это произошло после того, как Украина прекратила поставку электроэнергии в нашу страну после массированных обстрелов ее энергоинфраструктуры российскими войсками. В селах люди меньше жалуются и больше действуют. Даже если у них нет дров и угля, они спокойны. Есть кизяк. В этом году его сделали больше. Жители села Пьетрос у Фалежского района говорят, главное, чтобы был мир. А кризис переживут, как сделали это в тяжелые 90-е. Углем запаслись. Есть 3 тонны, и еще полтонны осталось с прошлого года. Запасы есть. Мне грех жаловаться. Мужчины работают, и то пришлось собирать. А вот эти нигде не работают. Им действительно тяжело. Он увидит на обочине дороги упавший кусок. Даже если я увижу на дороге потерянный кем-то брусок, разломаю на 3 части и тоже пускаю на отопление. Вот нашел на окраине леса и взял. Дрова есть дома? Да, я запасся. Был на рубке в лесу, и зимой снова пойду в делянку. Дают по прицепу с дровами. Вы работаете только ради дров, чтобы дрова получить? Денег не платят? Откуда деньги? Они не могут насытиться. Что еще нам дадут? Откуда нам дадут? У этого мужчины трое детей. Они ходят в школу и детский сад. Семья пока сводит концы с концами, потому что держит дома скотину и птицу. Молоко сдаем за 3 копейки. А держите дома скотину? Сколько у вас коров? Есть коровы, теленок, две лошади, несколько коз, птицы. А почем сдаете молоко? По 5 леев за литр. Когда бутылка воды сколько стоит? 9 или 10 леев. Вода выходит дороже молока. Очень тяжело. Вокруг дома ветки собираем. Так, ветки вокруг дома собираем, кизяк делаем. Сделали кизяк? Да, без проблем. Не надо делать трагедии, если нечем топить. Короче, знаете, что хочу сказать? И всем хочу сказать следующее. Главное, чтобы был мир и здоровье. Когда вижу, что творится в мире, сплю и думаю, а те люди проснутся или нет? Кошмар, что творится в мире. Готовимся к зиме. Как? С помощью собственных ресурсов. Кизяк сделали и кизяк сделали. Потому держим скотину. И дрова есть. Так как в огороде есть высохшие деревья, которые чистим, обрезаем. На начало зимы есть? Да. В прошлом месяце был запущен сайт lemni.md, на котором люди могут узнать цену на дрова в ближайшем лесничестве. Например, на Акогульском лесном предприятии дрова твердых пород продают по цене 780 леев за складометр, а мягких по 477 леев за куб. На севере те, кто обращается в Единецкое лесное предприятие, могут купить дрова твердых пород за 837 леев за складометр, мягких за 486 леев. В Резенском лесхозе дрова твердых пород можно приобрести по 756 леев за куб, мягких по цене 378 леев за куб. Сегодня утром произошло возгорание в одном из ресторанов на улице Щусева. К счастью, обошлось без жертв. Подробности и другие новости далее короткой строкой. Полицейские задержали 49-летнего жителя Кишинева за кражу мобильного телефона из аптеки в коммуне Ставчены. По данным следствия, телефон лежал на прилавке фармацевта. Подозреваемый взял его и продолжил делать покупки. Сумма ущерба оценивается в 3600 леев. В ходе допроса мужчина признал свою вину. Он и ранее был судим за аналогичные преступления и незаконный оборот наркотиков. В ходе следствия подозреваемый будет находиться на свободе. Ему грозит штраф в размере до 67 тысяч леев, неоплачиваемой общественной работы или до 4 лет тюрьмы. В среду вечера на трассе Кишинев-Ханчешта, недалеко от села Буцень, перевернулся грузовик. За рулем находился 35-летний мужчина. По данным полиции, он потерял контроль над управлением из-за невнимательности. Водитель прошел алкотест, который дал отрицательный результат. В полиции сообщают, что в результате ДТП никто не пострадал. Сегодня утром в ресторане, расположенном по улице Щусева в центре Кишинева, возник пожар. По словам представителей генинспектората по чрезвычайным ситуациям, звонок в службу 112 поступил около 10 часов утра. На место выехал экипаж пожарных, но огонь к тому времени уже удалось потушить. Пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания в холодильнике. 900 тысяч яиц с сальмонеллой и 165 тонн рыбы с паразитами выявили инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов в ходе проверок нескольких складов с продукцией. Также инспекторы запретили к продаже 50 тысяч килограмм капусты и 300 килограмм свеклы. В этой продукции обнаружили повышенное содержание нитратов. Кроме того, в холодильниках нашли продукты с истекшим сроком годности либо без надлежащей маркировки. Также инспекторы зафиксировали антисанитарные условия в складских помещениях и несоблюдение требований хранения продуктов, а также другие нарушения. На этом у меня все, но не переключайтесь. Через несколько минут бухарестский ФКСБ у себя дома примет датский Силькиборг в рамках четвертого тура Лиги конференции. Журнал ТВ начнет прямую трансляцию матча сразу после выпуска новостей. Я же с вами прощаюсь и желаю приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова